Мы продолжаем рассказывать о людях, которые внесли свой вклад в развитие Тюменской области, в их числе и жительница Викуловского района. Зоя Раут больше 40 лет проработала в сельском хозяйстве. Была одной из лучших доярок в районе. С ней познакомилась Елена Старожок. 10 овечек и 22 курицы. Больше держать супругам Раут уже не по силам. Раньше, конечно, 3-4 коровы. Было у нас, и овечки у нас были, теляды были. Все было у нас, гуси и утки. Все было. И это только на личном подворье. А на ферме больше 50 коров. Зоя Раут – одна из лучших доярок Викуловского района. Пришла работать еще в юности. Сначала все вручную. Годы спустя в колхозе провели молокопровод. Вспоминает, почти 40 лет. Ее утро начиналось в половине четвертого и заканчивалось далеко за полночь. И сил хватало на все. Как говорится, не останавливалась на достигнутом. Все мне нужно было как-то побольше, побольше. Не считалось с этим. Всяко бывало. И на дойку уедешь, и машина забуксует, с дойкой пешком идешь. 7-8 километров. Это было. Ну что, молодые были. Все по плечу. Фотография ровесницы области украшала колхозную доску почета. А медали и грамоты с завидным постоянством пополняли личную копилку. Вот у меня, значит, и орден трудовой славы третьей степени. Получила я его 14 февраля 75-го года. Вот это. Я в тот год надоела 33 центера на фуражную корову. Для ручного доения в советское время это очень высокий показатель. Зоя Рау даже ездила на ВДНХ в Москву. Но общественное признание – это еще не все ее богатство. Здесь вот у меня самое главное сокровище. Внуки мои, дети, правнуки. Четверо детей, восемь внуков и девять правнуков. Вот настоящая гордость семьи. Сейчас Зоя Александровна все свое время посвящает близким и любимому увлечению – выращиванию цветов. Но признается, нередко сняться сны. На ферме. По-прежнему ее ждут буренки. Елена Старожук и Александр Старожук. Тюменское время.